Мы являемся сейчас свидетелями того, как трепещут и содрогаются целые страны и народы. Могущая сила вырывается на свободу, потрясает мир, подобно землетрясению, вздымающему земную кору. Ограждена ли Америка от подобных потрясений? Страны, несущие на себе ответственность за творимые несправедливости. Невидимо для них самих таят в себе зародыши этих потрясений. Каков же должен быть итог этих потрясений? Что означает ропот, доносящийся на всех языках и со всех сторон? Угадать его значение нетрудно. Это требование свободы и равенства. Американская писательница, которая одной из первых всерьез заговорила об отмене рабства в Соединенных Штатах Америки, Гарриет Бичерстоу. Она родилась 14 июня 1811 года в семье известного американского проповедника. Отец очень много работал, но всегда, когда освобождался, посвящал время своим детям. Он рассказывал им невероятные истории, брал их на рыбалку и охоту, играл на флейте и просто гулял. А также неоднократно мистер Бичер прятал в своем доме беглых негров-рабов. В шесть лет Гарриет идет в школу. К этому времени она наизусть знает две самых сложных главы из Библии. Она училась в школе для девочек, которую открыла ее родная сестра Кэтрин. А когда закончила школу, будущая писательница остается там работать преподавателем. Она учит латыни, а также дает уроки теологии. В 1832 году Гарриет вместе со старшей сестрой и отцом переехала в штат Огайо, где писательница вскоре вышла замуж. Так же, как и отец, муж Гарриет был ярым противником рабства. В их доме часто прятали беглых рабов. Муж поощрял литературную деятельность Гарриет, и уже в 1843 году выходит ее первая книга под названием «Де Мейфлауэ», которая рассказывала о приключениях пилигримов, но, к сожалению, особого успеха книга не имела. Мировая известность приходит к писательнице после публикации ее романа «Хижина и дядя Тома». Это книга о гражданской войне севера и рабовладельческого юга, которая просто потрясла всю Америку. Гарриет с невероятной точностью рассказала о всех ужасах рабства, о любви и ненависти, о вере в Бога и бесчеловечных издевательствах над людьми. К написанию романа «Хижина и дядя Тома» Гарриет подтолкнул принятый в США закон, который запрещал оказывать поддержку беглым рабам. Первыми ценителями этого произведения были дети Гарриет. Роман Бичерстоу о том, как человеческая жизнь в один момент становится объектом купли-продажи и практически ничего не стоит. Муж Гарриет рассказывал, что идея романа пришла к его супруге во время одной из воскресных служб в церкви. Однако перед этим Гарриет совершила так называемый сплыв по реке вниз. Она путешествовала по южным штатам, которые были в то время просто насыщены рабством. Это Миссисипи, Луизиана и Алабама. Гарриет не только удалось побывать в поместьях, где жили и работали негры, а также побеседовать с ним. В Америке роман разошелся тиражом в 350 тысяч, выдержал 35 переизданий в Англии и был переведен на 20 иностранных языков. После публикации «Хижины дяди Тома» Гарриет в ответ на обвинение издала книгу «Ключ», где привела документальные подтверждения ужасам рабства. В 1962 году дом Брансуик, в котором была написана «Хижина дяди Тома», был включен в список исторических национальных памятников Соединенных Штатов Америки. Когда началась гражданская война, Гарриет Бичерстол едет в Вашингтон, где встречается с президентом Соединенных Штатов Авраамом Линкольном. И когда ему представляют писательницу, он подошел к ней со словами «Итак, это вы, та маленькая женщина, которая написала книгу, развязавшую Великую войну». Книги Бичерстол рассказывают о том, что даже в рабстве человек может оставаться человеком, и часто рабы оказываются более нравственными людьми, чем те, кто ими владеют. А ту самую книгу «Хижина дяди Тома», которая навсегда изменила Америку и сильно ее потрясла, вы найдете на полках отдела изданий на иностранных языках Гродненской областной научной библиотеки имени Ефима Карского. Гарриет Бичерстол была обычной женщиной с необычной силой духа, которая не боялась отстаивать то, во что верила. В «Хижине дяди Тома» есть такие строчки. Когда вам становится очень туго, и все оборачивается против вас, и кажется, нет сил терпеть ни одной минуты больше, ни за что не отступайте. Именно в такие моменты наступает перелом в борьбе.